В Нарьинмаре стартовал двухдневный семинар по защите прав коренных малочисленных народов Севера. В работе семинара принимают участие депутаты Государственной Думы Сергей Коткин, Григорий Литков и Дмитрий Ламейкин. Участники семинара проведут анализ федеральных и региональных законов, затрагивающих интересы КМНС. Обсудят те аспекты жизнедеятельности и традиционного уклада северян, которые нуждаются в корректировке. Актуализация нормативно-правовых актов, регулирующих жизнедеятельность и традиционный уклад жизни северян. Этому блоку посвящен семинар, организованный ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Подобные встречи уже прошли в Хабаровске, на Байкале и в Ханты-Мансийске. Для нас, конечно, актуальны такие законы, как идет закон об Арктике, об арктической зоне. Мы непосредственные участники. И все наши депутаты, эксперты, Наринмар, Таймыр, Ямал, Мурманск, мы все друг друга знаем. И мы как раз очень дружно участвуем в продвижении наших поправок в данный законопроект. Потом проходили поправки в земельный кодекс. Мы, к сожалению, для наших северян некоторые статьи не смогли отстоять. Но какие-то статьи удалось. Например, обязательность проведения слушаний на наших территориях. В российском блоке законов насчитывается порядка 27 статей, так или иначе, касающихся жизни коренных народов. Самые актуальные из них – вопросы рыболовства, взаимодействия с недропользователями, создание новых природоохранных зон. Одна из последних поправок, которая рассматривалась в Госдуме – правовое регулирование деятельности общин. Правительство предлагает ограничить членство в организациях, то есть представитель КМНС может состоять только в одной организации. Цель законопроекта – предотвратить злоупотребление поддержкой, которую общины получают от государства. Несмотря на то, что комитетом по национальностям Государственной Думы и Советом Федерации данная инициатива поддержана, профильном комитете по региональной политике, мы отклонили данную инициативу, не поддержали правительство. Почему? Потому что есть заключение здесь нашей ассоциации коренных младшинственных народов СЕР, ЕСАВЭЙ, есть заключение администрации окруженной о том, что не поддерживать эту инициативу, хотя есть вопросы, с которыми нужно разобраться. Говорили на семинаре и о таком новом направлении в жизни северян, как этнотуризм. Гость из Краснодарского края, депутат Госдумы Дмитрий Ламекин, отводит этой сфере большое значение, как на Кубани. Ещё 20 лет назад местные власти не рассматривали туризм как статью в доходах бюджета. Сегодня эта строка добавляет в казну порядка 6 миллиардов рублей ежегодно. По мнению депутата, потенциал в сфере этнотуризма у Ненецкого округа и других северных регионов большой. Есть колоссальнейший интерес к Арктике, есть колоссальнейший интерес к такому этнотуризму. Может быть, есть смысл нам на уровне и, соответственно, субъекта, если мы говорим о местном, и на уровне федеральном рассмотреть возможность поддержки направления этнотуризма, создать концепцию. Все предложения и поправки, собранные по итогам семинара, будут включены в резолюцию. Документ ляжет в основу работы депутатского корпуса 7-го созыва и обсуждения на федеральном уровне.